Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень полезная Здесь ассортимент, конечно, отличается Тут есть такая штука Называется Steak McMuffin with eggs Это наподобие стандартного McMuffin Только мясо Немножко больше стейка подобное Хотя тоже гамбургер Но с лучком Речь не об этом Речь об американской халяве Когда вы что-то покупаете в Америке Вам дают такие вот чеки И может быть еще куча всяких разных бумажек Наши туристы, как правило, не реагируют на все это И выделяют это все в мусор Даже не удосуживаясь прочесть Может быть, сказывается незнание языка Но Американе, ребята, ушлые Потому что Вот Если внимательно читать, что написано на чеках Есть возможность немножко отжать халявы Так, например, вот на этом вот чеке Вверху подписано, что В следующий раз, когда вы придете в Макдональдс Вы чек это покажете И Покупая утром-завтрак Брекфаст сэндвич Вы еще один можете взять Бесплатно Учитывая, что сэндвич сам по себе стоит порядка 4 баксов Ну, 3.59 с налогами где-то под 4 получается Считайте, вот 4 доллара халявы Еще одна такая штука Вот кофе у нас Сейчас вам покажу Видите, вот такая штука Это вот такая вот карточка И вот эти вот штучки собираешь Карточка отклеивается Там многословная такая печать получается Короче, в результате вот если отклеить У тебя получается вот такая карточка Ты коллекционируешь наклейки Набрал 5 наклеек И, соответственно, еще одну чашку кофе получил бесплатно Для тех людей, которые с утра до вечера ездят по одному и тому же маршруту Там доставщики, рабочие Которые там не едят фуа-гра Не разбираются в нюансах французской и итальянской кухни Которые питаются макдональдсами Это такой регулярный способ Чуть-чуть немножко отжать халявы Вот И такие, кстати, варианты есть практически у всего Фастфуда американского Я знаю просто себе Нам регулярно в ящик скидывали Купоны от Бургер Кинга Там халявы еще больше Разных предложений, где покупаешь одно Еще одно берешь бесплатно Вендис тоже этим грешит Короче, весь американский фастфуд Так и линч пытается подсадить своего потребителя на постоянное абонентское обслуживание Вот такая история Еще пару слов хотел сказать про модераторов Про модераторов Это в рамках вот сайта Который будет К сожалению, в обсуждениях видео Вот я видео выложил по поводу платного канала Я не услышал ни одного конструктивного комментария по поводу сайта Вообще ни одного комментария Комментарии или Все, пацаны Отписываюсь Писал подсон какой-то, видимо Вот Если у него подсоны Значит, это какой-то представитель подсонов Вот Ну, не столь важно Это один тип комментариев Вторые, ну, видимо, люди повзросли Они как-то конструктивно обсуждают что-то Но про сайт не сказано было ни слова Господа Давайте вы все-таки про сайт мне что-нибудь скажете Потому что человек готов сайт уже запускать Он смотрит и читает комментарии И может по ходу темы что-то там писать И ваши отзывы как-то принимать, обсуждать и так далее Давайте все-таки начнем процесс Я с утра до вечера на работе Человек сидит перед компьютером там И ждет, собственно говоря Пора бы уже что-то делать Вот И вот про модераторов Значит, у меня есть 4 потенциальных кандидатуры до модераторов Вот Первый, наверное, это будет сапер Вот С человеком я достаточно давно переписываюсь У него очень независимое суждение Где-то у него мировоззрение похоже на меня Но по некоторым политическим вопросам У него, ну, скажем так Ну, не деметрально противоположное суждение Но, скажем так, отличается от моего Мне нравится его точка зрения Что у него своя точка Вот Не потому что ему кто-то ее навязал Потому что он, ну, сбирается У него тоже достаточно большая жизнь на бигграунд Потом мне понравился вот человек С ником Краховнет Тоже с ним попереписывался Почитал его комментарии В принципе он годится на эту должность Еще один человек Я, к сожалению, вот Знаю у него скайп, ППШ что-то вот И у него ник с Бобом Марли Короче, какой-то у него там черный чел В очках вы с дредами Вот Ну, это скорее адвокат дьявола Это адвокат дьявола Во многих вопросах Он, конечно, занимался критикатством Скажем так Необходим такой человек Необходим такой человек Чтобы не все было похоже на мою точку зрения Вот Ну, и вот еще Остается одна позиция Четвертый модератор Наверное, возможно, это будет Бау Вот Похоже, этот человек не подключался на Эту самую На видеоконференцию со зрителями У него такая аватарочка На синем фоне Такой Молодой человек В черных очках Вот Вполне вероятно он Но до конца еще не уверен Нужно еще какой-то Вот посмотреть кандидатуру Ну, потенциально Вот Как бы Четыре вот Кандидатуры Которые я бы Хотел бы видеть В качестве модераторов На своем сайте Если кто-то Хочет предложить свою кандидатуру Ну, пишите в обсуждениях Соответственно Рассмотрим Потому что вот эти люди Они активно Принимают участие в обсуждении Практически всех моих видео Мне как раз и нужен человек Который Не просто тупо Посмотрел И забыл Мне нужен человек Который Нашел время Высказать Как бы Свой комментарий Что у него Осталось После просмотра Моего видео Что у него осталось Это самое главное Я не просто снимаю Там для себя Раз Снял Я могу с тем успехом Снимать Там грубо говоря И квасит Там Подсукно А когда я вижу Что у людей После моих видео Осталось что-то Значит Видео попало в цель Оно донесло Какую-то информацию Плохую информацию Хорошую информацию Там Позитивный комментарий Негативный Все равно Есть обратная связь Я вижу Что людей Это видео Зацепило Хуже было бы Никто вообще Не посмотрел бы Вот Так что А вот эти люди Они активно принимают В течение дня Я еще буду Неоднократно Включать свою камеру Снимать И наверное Сделал такой Сборно-соляночный Вот этот вот ролик Так что Смотрите Если что-то Сегодня еще днем Увижу Значит Постараюсь еще что-то Снимать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok